Всем привет, с вами Димир, это канал Исбро, и сегодня обновление в Армрестлинге. Фанпэй это торговая площадка, на которой вы можете купить не только робокс или предметы в робоксе, но и в любой другой онлайн игре. Сервис работает с 2015 года и отлично себя зарекомендовал среди игроков. Оценка сайта 4.9 при 20 тысячах отзывов. Это первый и самый крупный маркетплейс для геймеров в СНГ. На сайте вы найдете товары для сотен онлайн игр, а торгуют ими тысячи обычных игроков, и за высокой конкуренции между ними на фанпэй очень низкие цены. Все сделки проходят несколько этапов. Оплата, выполнение заказа и подтверждение. Продавец получает деньги только после того, как выполнит заказ, поэтому покупать на фанпэй дешево и безопасно. Ссылку на сайт вы найдете в описании к этому ролику. Естественно в этом ролике вы узнаете всю информацию по поводу этого обновления, но, ребята, к сожалению, под прошлым роликом вы не смогли набрать 3000 лайков. Всего лишь 2400 лайков, но 867 комментов. Всем огромное спасибо. Ребята, надеюсь, под этим роликом у вас получится набрать 3000 за сегодняшний день, чтобы получить парочку геймпасиков. Ребята, один победитель, который получает сразу геймпасик на випку и геймпасик на двойные победы. Просто 3000 лайков за сегодня набирайте и оставляйте комментарий со своим логином от Роблокс. Соответственно, если справляетесь в следующем ролике по армрестлингу, я выбираю победителя и, собственно, он получает эти геймпасики. Ребята, надеюсь, у вас все получится. Так вот, ребята, секреты этого обновления вы сегодня узнаете. Ну и, собственно, давайте сразу посмотрим, что у нас появилось. Ну, во-первых, команда питомцев. Это очень крутая функция, про которую я говорил уже там в прошлых роликах. Плюс тема пэт-блюпринтс. Посмотрим, что это такое. Новые квестики. Прикольные, ребята. Реально очень крутые квестики. Но не все адекватные. Чуть позже расскажу, покажу. Также появились новые лимитки в магазине за Робокс. Ну и, собственно, ребята, давайте по очереди все смотреть. Начнем с магазина, раз уж я вам его показал. Ребят, появились сразу 4 новых лимитированных питомца. За 649 робоксов статы 5 тысяч. За 1299 со статами 15 тысяч. Статы 50 тысяч и стоимость 8500 робоксов. Блин, и за 17500 робоксов. А питомец со статами x150 тысяч. И, на мое удивление, блин, что-то как-то много людей купило вот этого крутого питомца на x150 тысяч. Хотя, по факту, этот питомец, ну, совсем не такой уж и читерский. Вот, не знаю, почему люди тратят такое большое количество робоксов. В последней локации, в последнем яйце практически любой питомец там с одной стадии эволюции будет сильнее этого пета. Непонятно. Но, в любом случае, уже 22 человека купили такого питомца. Идем дальше. Прямо сразу по порядку, ребята. Новая кнопочка квестов у нас появилась. Собственно, заходим. И каждый час здесь меняются квестики. Вот в данный момент у меня квестик был. Он у всех, ребята, одинаковый. То есть, один квест на всех игроков во всем мире. В этом квесте мне нужно было выбить 300 мифических питомцев. С этой задачей я очень быстро справился. И в награду мне дали 50 тикетов. Дали даймод ключ. И плюс бустик на двойные победы на 30 минут. Все, ребята, награды одинаковые. А все задания одинаковые у всех игроков. Естественно, за робоксы вы можете скипнуть этот квестик. Но, в принципе, тут выполнять, на самом деле, сложности вообще никакой нет. Ребята, дали тикеты. Отсюда вопрос. Вы не понимаете, что за тикеты. Да, ребята, сразу поехали. Наверное, в меню питомцев. Давайте сразу покажу сначала команду пэтов. А потом расскажу про эти тикеты. Так вот, ребята, кнопочка Teams. Нажимайте и создаете несколько команд для питомцев. Я вместе с вами на стримчике создал свою команду для фарма побед. Нажимайте на кнопочку. Выбирайте питомцев из инвентаря своего. Сколько у вас там пэтов. Любую тему там. Выбирайте там на рандом. Короче, каких питомцев вам нужно. Я, например, брал только питомцев, которые дают мне чару на дополнительные победы. Соответственно, выбираете, создаете, нажимаете название команды. Я назвал Win. И, собственно, ребята, у вас команда питомцев. В данный момент у меня питомцы, например, на силу. То есть, которые дают мне максимальную силу. Нажимаю на кнопочку. И у меня автоматически экипаются питомцы, которые дают мне дополнительный фарм на Winner. Смотрите, Winner, Winner 2, Winner 3 и так далее. Это очень удобная функция. Естественно, если у вас питомцев мало. И вы используете одних тех же пэтов на все и на фармы. Собственно, когда фармите босса, то это бесполезная функция. Но для многих это действительно очень крутая тема. Нажимаете экипнуть лучших питомцев. И у вас сразу питомцы самые сильные экипаются. Ну, а теперь по поводу тикетов. Здесь появилась новая кнопочка Blueprints. Нажимаем сюда. Это шестереночка. И, собственно, ребята, у нас появляется новое меню Blueprints. Начнем с того, что здесь у нас есть три питомца. Со статами 50 тысяч, 100 тысяч и 240 тысяч. Ребята, это самый сильный питомец без стадии эволюции. То есть, обычный пэт в игре. До этого был максимальный питомец. Это Тирекс со статами 200 тысяч. Из которого можно было скрафтить в итоге питомца максимального на 1,6 миллиона. А из этого питомца можно будет статы, блин, по 2 миллиона. Короче, их 240 тысяч нужно умножить на 8. Для того, чтобы получили статы самые максимальные. Но, ребята, питомца этого не так просто на самом деле выбить. А как получать эти шестеренки? Ребята, все просто. Смотрите, тикеты, которые можно купить или за робоксы. Вот здесь есть варианты. Например, за 900 робоксов 100 тикетов. Выполняйте квестики. Соответственно, тикеты получаете. Ну и, собственно, ребята, у меня на данный момент в этом аккаунте уже 110 тикетов. Я два раза выполнил квестик по 50. А плюс. Теперь есть еще один способ за награды. Получайте 45 минут проводите в игре. Получайте 10 тикетов. И плюс есть шанс через рулеточку выбить очень редкую шестереночку. 0,01%. Ну, давайте попробуем это сделать. Такая бледно-розового цвета шестереночка. Она, ребята, очень редкая. Вы видите, 0,01%. К сожалению, не попалась. Ну и, соответственно, я так понимаю, каждый день по 3 тикета вам еще дается. Вот. Но это не точно. Когда я зашел первый раз в игру, 3 уже штуки были. Вот. Да, через 18 часов 36 минут мне должны вроде как бесплатную награду дать. Так вот, ребята, нажимаем на кнопочку. И, соответственно, у нас такая прокруточка. И рандомным образом вам падает разное количество шестеренок. Вот сейчас мне 2 штучки попалось. Следующее делаю. А попадется еще. Плюс 8 попалось. Нифига себе. Все зелененькие. Ну и, собственно, ребята, когда будет нужное количество шестеренок, у меня разблокируется питомец. Я его забираю, крафчу. И, собственно, он будет, скорее всего, у меня в инвентаре. Но это не точно. Мы сейчас, ребята, все это с вами проверим. Давайте так. Я прямо быстренько... Нет, кстати, кнопочки сразу открыть все. Ребята, открою все 108 тикетов. И посмотрю, что из этого выпадет. А с помощью кликера не получится это сделать как-то побыстрее. Под прыжком. Нет, ребята. Не знаю. Пока что способа не нашел. Ребята, давайте минут 10 хотя бы подкрываю. Может быть, получится выбить что-то интересненькое. О! Первые голубенькие шестеренки. Ну и все. Последние несколько тикетов у меня остались. Прошло времени. Минут 12 или 13. Это капец как долго. Разработчикам срочно нужно добавлять кнопку, чтобы все эти тикеты можно было просто одним кликом открыть. А как они сделали? Собственно, с ключами там даймонд и другими. Я не знаю, ребята, попадались мне розовые вот эти штучки или нет. Сейчас вместе с вами все это дело посмотрим. Заходим сюда. Так, сюда заходим. И да, смотрите, из зеленых я могу скрафтить питомцы. Кстати, странно, почему голубых всего 270. А, ну голубых здесь 500 надо. Вот. А этих 253 как раз ровно. Плюс, ребята, мне тут сказали, что этот питомец оказывается написано huge версия. То есть это нифига там не супер крутой питомец. Всего лишь статы 960 тысяч могут быть максималки. Ни разу, ни одного. О, вот этого розовой шестеренка мне даже не попалось. Офигеть. Ладно, давайте крафтим питомца. А еще каждый раз... А нет, 250 так и остается. Ребята, ну не знаю, блин. Как по мне, так это какая-то прямо бесполезная шляпа для коллекции. Да даже для коллекции этот питомец мне особо-то не нужен. Но давайте хотя бы посмотрим внешний вид. А теперь, раз уж у меня команда есть, я могу спокойно показывать вам питомцев. Вот такой питомец. Baby Huge Quaze Dragon. Ну окей, давайте смотреть. Вот так вот он выглядит. Питомчик. Ну, питомец как питомец. У меня всегда питомцы отключены. Поэтому это на самом деле особо-то для меня лично значение не имеет. Неинтересно. Окей, ладно, ребята, погнали дальше. Кстати, у меня обновились квестики. Пока я фармил эти тикеты долбанные. У меня обновились квестики. Нужно... Воу, вот этот бесячий квест. Офигеть. Нужно 27 тысяч по времени фармить, собственно, кулачки. Ребята, не получается это сделать за час. И здесь награду дают 25 тикетов. 15 минут двойных побед. Может быть, я не в там делаю. Может быть, надо вот здесь в локации. Ну, смотрите, они вообще здесь не прибавляются. Я просто это делал. А в последнем мире, и там капец, не получается. Там за час, не знаю, может быть, тысячу. Ну, может быть, две или три максимум получится сделать. Так, может быть, я просто не так делаю. Не на том способе фармлю. Ну, смотрите, вообще не прибавляются. Вроде как кулаки. Окей, ладно, давайте их в четвертый мир отправимся. Надеюсь, разработчики пофиксят. Потому что, на самом деле, это шляпа какая-то. В этом мире, что у нас происходит? А, мне питомцев-то, блин, надо питомцев экипнуть. Вот, наверное, почему не работает. Потому что питомцев нужно экипнуть. Ну, вообще не прибавляется. Вы видите, 0 из 27 тысяч. Окей, базар из зерва. Пойдемте в последнюю локацию. То же самое дело. Здесь мы уже стенки будем обидеть. И здесь уже прибавляются. Но, смотрите, как медленно это происходит. Я не знаю, может быть, я не ту стенку разбиваю. Окей, давайте отключим. Попробуем, не знаю, вот эту стенку. Кстати, смотрите, я, в принципе, быстренько это делаю. Нифига себе на редкость. И получается 20, 21, 22, 23. Ну, ребята, это очень долго. И, скорее всего, не получится. А выполнить этот квестик в тот раз у меня не получилось. Я вот забил нафиг. Потому что увидел, что прибавляется очень сложно. Всего за все время, вот пока за вечер, я видел сегодня несколько квестов. Это первое, мификов выбить. Вот это второй квест, он уже второй раз. А причем мификов 300 штук выбить тоже два раза было. А плюс один раз квест был во втором мире. Там нужно было 350 раз убить вот этого доктора Риппера. А еще один квест был 350 раз. Нужно было убить вот этого Кракенвосса. Все, пока что на данный момент других квестиков я не видел. Но, ребята, лично для себя я не вижу смысла дальше эти квесты фармить. Ну, просто бесполезно. Тикеты эти тоже мне особо-то не нужны. Плюс, идем дальше. А давайте так. Я сейчас пойду пофармлю силу вместе с вами. Покажу, сколько я фармлю. С 60% френдбустом. И, ребята, новая функция появилась. Очень крутая, очень читерская. Да, наверное, самая читерская, которая появлялась за последнее время. Это, смотрите, внизу значочек. Плюс 31% прямо сейчас. Каждую минуту у вас на сервере появляется... Точнее, не на сервере, а у вашего игрока появляется плюс 1% буста на силу. Ребята, всего максимальное значение плюс 120%. Я это все делал. У меня был максимальный френдбуст. А у меня был максимальный вот этот буст на силу 120%. И я фармил. Вот прямо сейчас, ребят, скринчик показываю. 1,4 Куа силы. У меня на этом персонажике с моими вот такими питомцами. Сейчас покажу. Вот такими питомцами. 1,4 Куа силы. Ну и, собственно, ребята, погнали. Я прочитаю комменты, которые вы оставили под прошлым роликом. А потом покажу, сколько прямо сейчас у меня будет, собственно, бустик. И, может быть, я вспомню еще что-нибудь, что вышло в этом обновлении. И пока что из головы вроде как все вылетело. А так, понятно, понятно. Спасибо, что радуешь каждое утро. Удачи тебе. Спасибо большое, что раздаешь питомцев. Желаю тебе, чтобы все беты были больше 1 миллиона. Ну, желательно 1 миллион 600. Было бы круто. Всем приятного просмотра. Всем хорошего аппетита. Так, всем приятного аппетита и просмотра. А было бы круто, если разрабы сделали так, чтобы люди смогли увеличить место в инвентаре рук и добавили воет руки. Я думаю, со временем что-то появится, еще новый крафт. Единственное, разработчикам еще нужно увеличить количество ключей, даймонд, которые падают. Потому что, действительно, я вот много времени провел в режиме, и даймонд ключей не хватает, чтобы даже хотя бы одну самую крутую перчатку выбить. Но я думаю, разработчики к этому придут. Так, так, так. Всем приятного просмотра и аппетита. Всем так, 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 так. Бро, спасибо тебе огромное за ролики. Давайте все прям, все докажем, что мы его благодарим. Ну, ребята, просто подрубите лайк. Это будет лучшая от вас благодарность. Интересно. Так, они будут фиксить баланс третьим, пятые локи. В третьей локе очень сильные боссы, а в пятой локе они сильно слабые. Не знаю, на ней им бы хотя бы третий мир пофиксить, чтобы попроще было. И потом четвертый, ну, до пятого уже, наверное, фиг с ним, а там люди уже, кто в пятом мире, легко прокачались. Всем удачного просмотра, хорошего аппетита. Так, 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 так. А мне кажется, что в обнове должны добавить войд руки, учитывая, что Голден уже сделали. Тогда топ рука. Ну, да, это будет круто, но, мне кажется, не в ближайших апдейтах. Так, всем хорошего просмотра, аппетита. Это, мне кажется, прикольно, если они вот эти, знаете, шестереночки какую-нибудь другую награду сделают. А, например, сделают систему апгрейдов за шестеренки. То есть прокачивайте несколько уровней удачи, несколько уровней еще фарма там и так далее. Вот это было бы, наверное, полезнее. Так, желание миллиона подписчиков. Дим, ты топ, спасибо за видео и за информацию. Итс, бро, как всегда, топ, удачи тебе в прокачке новых режимов и армрестлинга. А будем ждать, так, на стриме. Ну, надеюсь, вы дождались и стримчик был, да, кстати, стрим был прикольненький. А, бро, играй в разные режимы. Некоторые игроки не играют в армрестлинг. И, да, желаю тебе самого наилучшего. Твои ролики просто лучшие. Спасибо большое. Но, к сожалению, интересных режимов я стараюсь каждую неделю там по 2-3 новеньких режима снимать. Но, в любом случае, ничего прям суперкрутого, интересного нет. Как только будет новая игрушка от разработчиков PetSima, то там тоже будет куча видосиков. Привет, бро, согласен с тобой, что лучше было бы так другие улучшения. Например, мутация, void для перчаток. Но, возможно, опять же, со временем это все дело будет. Ребята, большое спасибо вам за комментарии. Не забывайте оставлять комментарии под этим роликом. А сейчас давайте покажу, насколько я сильный. Поел немножечко каши. Так, давайте отправимся в прошлую локацию. Опять же, ребята, прокачиваюсь с помощью штанги из прошлой локи. Не знаю, лично для себя я выбрал именно этот способ. А, смотрите, в этой локации 712 триллионов. Идем в следующую локацию, здесь буст от локации увеличен. Соответственно, уже 769 триллионов, но вы на скринчике видели 1.4 QA. То есть в 2 раза больше с повышенным френдбустом. И здесь у меня 35%, а там было 120. То есть надо 2 часа находиться в игре, чтобы у вас появился максимальный буст. Если вы выходите из сервера, то, ребята, вы все теряете. К сожалению, надо будет прокачиваться с самого начала. Но в любом случае, 120% это нормально. Было бы обиднее, например, если там максимально было 1000%, как писали кто-то на стримчике. Вы выходите из сервера и, хлопа, все терять. Ладно, ребята, на этом буду ролик заканчивать. Вроде как все рассказал, что появилось. Про команду питомцев рассказал. Про питомцев вот этих блюпринтс рассказал. Про квестики я вам рассказал. Лимитированных донатерских питомцев я тоже вам рассказал. Какие-то фиксы пофиксили, фикс знает, ребят, не знаю. Но в любом случае, если что-то новенькое появится, интересненькое, обязательно расскажу вам. И да, кстати, я сейчас, пока что у меня двойной ивент. Я буду прокачивать силу по максимуму. Вот видите, у меня уже 675 куай. После стримчика, вот за эти несколько часов, я прокачался настолько же, насколько был до этого прокачан. То есть, ребята, действительно, это обновление очень и очень читерское. Ребят, не забывайте участвовать в розыгрыше. Набирайте 3000 лайков под этим роликом за сегодня. И кто-то из вас получит парочку геймпасиков випку и геймпасик на двойные победы. Мне кажется, это крутые геймпасики. Ребят, от вас просто лайк и комментарий с вашим логином. И, собственно, все. Желаю каждому из вас удачи, хорошего настроения и отличной прокачки. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok